Всем привет, я Тесос из RF Elements. Сегодня мы поговорим о том, что такое антенна. Антенна — это устройство, которое передает и принимает электромагнитные волны. Это интерфейс между волной, перемещающейся по кабелю и летающей в воздухе. Важно понимать, что антенны работают в обе стороны. У вас может быть антенна, которая только принимает или только передает. Электромагнитные волны имеют электрический и магнитный компонент. Два основных свойства волны — это ее чистота и длина. Чистота сообщает, сколько раз в секунду волна повторяет свою форму, а длина волны — это расстояние, на котором волна повторяет свою форму. Например, при частоте 10 ГГц длина волны составляет примерно 30 мм на 5 ГГц примерно 60, а при частоте 2,4 уже 120 мм и так далее. Итак, как же работает антенна? Чтобы объяснить это, мы должны разбить антенны на два наиболее распространенных типа — резонансные и апертурные. Резонансные антенны, как следует из названия, работают по принципу резонанса. Когда антенна резонирует, она излучает поступающий к ней сигнал. Простейший пример резонансной антенны — это диполь. Длина диполя должна быть равна не менее половине длины волны сигнала для того, чтобы она могла работать. Это значит, что излучающие свойства и пропускная способность, которая обычно довольно узкая, зависят от антенны. Вот некоторые примеры антенны на основе резонансных элементов — патч-антенны, рамочные антенны и директорные антенны. Апертурные антенны излучают электромагнитные волны через отверстия. Примером апертурных антенн может выступать рупор. Диаграмма излучения апертурной антенны зависит от размера и формы отверстия, но их пропускная способность зависит от размера и формы передающего устройства. Именно поэтому излучающие свойства и производительность рупорных антенн очень стабильны в широком диапазоне. Основные параметры антенны — это частотный диапазон, форма ее диаграммы направленности и усиления. Но об этом мы поговорим в следующих видео.